Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жекин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Погибли по вине соседей. Три человека стали жертвами пожара, который произошел в одном из домов на бульваре Мира. Аким Карагандинской области встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским. Владыка Александр сопровождает икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Впервые за всю историю в Карагандинском запарке появилась зебра. Полутора годовалого питомца привезли из Алматы. Зовут полосатого Баттер. В Караганде при пожаре в однокомнатной квартире погибли три человека. Инцидент произошел в ночь на 12 мая в одном из домов на бульваре Мира. Жертвами стали горожане, проживавшие в соседней квартире. Как рассказывают соседи, квартира эта сдается посуточно. Жильцы всегда попадаются шумные. Пожар произошел в час ночи. В начале второго всех уже эвакуировали. К сожалению, виновников не нашли. Когда началась суматоха, они уже скрылись. Татьяна Олейник говорит, что больше всего были напуганы дети. На улицу пришлось выбегать быстро. Да и надеть ничего не успели. В результате пожара погибли три человека, проживавшие в соседней квартире. Они отравились угарным газом. Также с отравлением в областной медицинский центр доставлены два человека. Силами противопожарной службы эвакуировано 19 человек, в том числе шесть детей. В результате пожара на месте погибли трое человек. Это было с 44-го года рождения, также с 94-го года и с 52-го года рождения граждан. А также бригадой медицины катастроф было доставлено в центральную больницу города Карагандея. Двое человек. Это с 74-го года рождения, а также с 2003-го года рождения. Сейчас в данный момент выясняется причина пожара. Хозяев квартиры, к сожалению, тоже еще не нашли, так как квартира в момент пожара уже была пуста. Всего в доме пять подъездов. Из них два подъезда в момент пожара было эвакуировано. По данному факту ведется расследование. Асель Сазымбаева, Жуслама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Православной святыне иконе Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» в Караганде за одни сутки поклонились около 16 тысяч карагандинцев. Об этом рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский на встрече с Акимом Карагандинской области. Приветствуя гостей, Аким Карагандинской области, Ерлан Кужанов поблагодарил представителей Русской Православной Церкви за плодотворную работу в регионе в деле продвижения диалога между государством и религией, а также за вклад в сохранение мира и согласия. Глава области отметил, что православные горожане с нетерпением ждали икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». В свою очередь, владыка Александр рассказал об иконе Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Святыня является одной из самых почитаемых в православном мире. Этот образ Пресвятой Богородицы представляет собой небольшую икону, отпечатанную полиграфическим способом. Прославился необычным явлением. Практически 20 лет икона непрерывно мироточит. На ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами. Перед иконой верующие просят защитить от напастей. Патриарх Алексей попросил Академию наук Российской Федерации исследовать это чудо. И государство признало, Академия наук Российской Федерации признала, что это феномен, не поддающийся логическому, рациональному объяснению. Митрополит Астанайский и казахстанский говорил и о последнем оптинском старце Стефане Фомине, который в 1933-м был заключен в Карлак за веру во Христа. Прошлый год мы отмечали 50-летие со дня представления этого удивительного подвижника благочестия, который сказал, после того, как освободился из Карлака, что он остается на благословенной земле Караганды, которая стала ему дорогой, близкой. И здесь особые люди, здесь особая земля. И мы больше принесем пользы, как он говорил, тем, кто будет приезжать сюда. В ходе поездки в Карагандинскую область митрополит Александр посетил строящийся собор и попросил главу области по возможности ускорить ход строительства. В завершении встречи митрополит Александр и Ирлан Кушанов обменялись памятными подарками. Айнур Нурмангалиева, Олшас Габбасов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Областные власти и предприниматели договорились о равноправных социальных и трудовых отношениях с трудящимися. В областном Акимате в рамках первой официальной встречи главы региона с предпринимателями состоялось подписание двухстороннего меморандума. Для предпринимателей мои двери всегда открыты. Я еще раз хочу повторить. Члены регионального совета предпринимателей, представители суда, заместители Акима области, руководители областных управлений обсудили способы решения стратегических задач. Ранее Ирлан Кушанов уже встречался с бизнес-сообществом, где выслушал их пожелания. На сегодня проведена определенная работа, к примеру, по расчетам дифференцированных тарифов в Караганды-Су. В целом достигнута договоренность о снижении тарифов для юридических лиц с объемом потребления воды, не превышающих 5000 кубов в год. То есть это составлен 22,7%. Как вы видите на слайде, с 320,63 тенге за метр кубический доведен до 248 тенге. Данный проект тарифа рассмотрен на региональном совете палаты и согласован с учетом дальнейшего поэтапного рассмотрения вопроса отмены дифференцированного тарифа. Работа в данном направлении будет продолжена. В ходе заседания были также рассмотрены вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, поставки удешевленного дизельного топлива сельхозпредприятиям. Не остались в стороне и вопросы по ремонтам, такие как ремонт аварийных мостов, Жасказгане и реконструкция автодороги, Жасказган-Аркалык, а также многое другое. Глава региона ранее поручал разобраться областному управлению. Это первое наше заседание, будем продолжать. И между заседаниями работа должна продолжаться. Это рабочие группы, инициативные группы. Если где-то мы по каким-то вопросам, проблема поднимается и дается поручение, решение принимаем, то есть поручение, это должно затем до следующего заседания мы должны отработать. Здесь мои заместители, вот наша команда и с вашей стороны, я думаю, это такая эффективная будет работа. Сегодня накоплен большой опыт по ведению социального диалога. За это время сформировался механизм партнерских отношений по решению социальных трудовых конфликтов. Поэтому в Караганде был подписан двухсторонний меморандум с предпринимателями. Как отметили участники меморандума, в подписанном документе учтены приоритеты социального партнерства у регулирования трудовых отношений. Сами же предприниматели готовы к активному сотрудничеству. Данный меморандум был отработан как со стороны палаты предпринимателей, так и с управлением закупок. И он отобразил основные вопросы, проблемные вопросы, решение этих проблемных вопросов, с которыми сталкиваются отечественные товаропроизводители при осуществлении государственных закупок. И эти проблемные вопросы в определенных моментах уже были решены теми положениями, которые отражены данным меморандумом. Теперь такие встречи планируется проводить ежемесячно. Фаризал Байвел, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Жанаркинском районе установили бюст выдающемуся государственному деятелю Жанайдару Садуакасову. Деятельность видного деятеля обсудили на научной конференции. Кроме того, в его честь организовали спортивный праздник. Бюст Жанайдару Садуакасову установили около школы, фундамент которой закладывал он лично. На торжественное открытие приехали почетные гости не только карагандинского региона, но и из Астаны. Согласно указу главы государства, в 2016 году в этой школе дали имя Жанайдара Садуакасова. Сегодня мы устанавливаем ему бюст. Его жизнь – пример для последующих поколений. Особое внимание этот государственный деятель всегда уделял духовному развитию общества. Жанайдара Садуакасова оценили и уважали многие. Он занимался разработкой первых казахстанских законов. Работал народным комиссаром юстиции и прокурором республики. Однако жестокое время политических репрессий не пощадило и его. Наш брат стал жертвой политических репрессий. Спасибо нашему Ельбасе теперь его имя реабилитировано. Более того, увековечено. Наша благодарность безмерна. Пусть выпускники этой школы берут пример с нашего брата. Он всегда был патриотом своей земли и верил в лучшее будущее народа. Сегодня в Жанаркинском районе две улицы носят имя Садуакасова. В поселке Тугискен помнят, как он пытался облегчить жизнь соотечественников. В период коллективизации он писал доклады руководству о голоде, о тяжелом положении населения. В его честь в этот день прошли спортивные состязания по нескольким видам спорта. Завершился праздничный день большим концертом. На нем участников конференции наградили ценными подарками. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском католическом соборе проходит международный мариологический конгресс, посвященный столетию явлений иконы Пресвятой Девы Марии Фатимской. В конгрессе принимают участие епископы из России, стран Средней Азии, а также посланники Ватикана. Пресвятая Дева Мария почитается во всем христианском мире. Не случайно в Караганде совпали сразу два события, посвященные Богородице. В Православном Свято-Введенском соборе побывала чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». А в Католическом соборе в эти дни проходит конгресс, посвященный столетию явления иконы Пресвятой Девы Марии Фатимской. В Римско-католической церкви отмечают, что чудотворная икона имеет большое значение для всего христианского мира. Что хочу сказать, что я дам два людей, очередь верующих людей, которые заходили в церковь, чтобы почитать икону, помолиться и поцеловать ее. В череде мероприятий Конгресса конференция, на которой православные священнослужители поделились опытом почитания Пресвятой Девы Марии. Епископ Каскеленский Геннадий отметил, что в Казахстане имеется тесная связь между православной и римско-католической церквями. Наверное, в странах, где подавляющее большинство населения исповедуют исламскую религию, мы, христиане разных конфессий, особо нуждаемся в том, чтобы перед исламским миром свидетельствовать свое единство. В исповедании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и в исповедании нашей веры за спутничество, покровительство Его Пречистой Матери. Мариология является разделом догматического богословия, который касается изучения Девы Марии. Мариология получила наибольшее развитие в католицизме в качестве богословской дисциплины. В рамках Международного Конгресса также запланированы месса, которую проведет нунциус посол Ватикана в Казахстане Фрэнсис Асизи Чуликат, а также концерт органной музыки. Андрей Тенес, Ламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На дорогах Караганды ловят должников. Местная прокуратура совместно с судоисполнителями и полицейскими организовали совместный рейд. При помощи комплексной системы «Автоураган» выявляют водители, которые имеют задолженность. Аппаратно-программный комплекс «Автоураган» в городе работает с 2014 года. Передвижной мобильный комплекс предназначен для выявления в транспортном потоке правонарушений, находящихся в розыске автомашины, неплательщиков штрафов и налогов. В настоящее время прокуратура района совместно с уполномоченными органами и частными судебными исполнителями проводится работа по активизации и эффективности взыскания административных штрафов за счет использования автокомплексов «Автоураган» путем проведения совместных акций, рейдовых мероприятий и обход квартир. Представители надзорных органов забирают у неплательщиков автомобили на штрафстоянку и лишают их госномеров. Общая сумма неоплаченных административных штрафов в области сегодня растет с каждым днем. Оно все больше и больше с каждым днем, конечно, у нас увеличивается. Но, соответственно, сейчас на данный момент, если так взять, в любом случае наложения административных штрафов уже гораздо сократились. Почему? Потому что проводятся такие рейды по задержанию автотранспортных средств, изъятия, уже более полномочия частным судебным исполнителям более расширились. Соответственно, должников уже ограничивают в этом. То есть он уже, соответственно, если у него превышает штраф в 20-месячных расчетных показателей, ему уже выставляется запрет на выезд из Казахстана. Он уже с Казахстана выехать не сможет. Накладывается арест на денежные средства, находящиеся в банке второго уровня. То есть должник, если у него есть расчетные счета, депозитные счета, они будут, соответственно, заблокированы. Автоураган за три года значительно облегчил работу полиции. Если раньше патрульный должен был остановить большое количество машин, чтобы выявить неплательщика налогов или подложные номера, то сейчас это делает машина за какие-то миллисекунды. По базе данных сразу же пробивается номер, если есть неоплаченный штраф. Все эти меры предназначены для повышения уровня взыскаемости административных штрафов, отмечают в прокуратуре. Перед весной комплекс автоураган и дальше будет патрулировать городские улицы и выявлять водителей, нарушающих закон, а также должников, уклоняющихся от уплаты штрафов. Организаторы Рейда считают, что этот метод реально поможет эффективно бороться с должниками. Фариза Албаева, Жахсул Кмирта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде началось озеленение по программе развития. Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира ежегодно проводит лесопосадочные работы на площади 300 гектаров на сумму 1 миллион тенге. Через несколько лет здесь будет возвышаться настоящий лес. Во всяком случае, в этом уверены специалисты Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира. В 2017 году запланированы работы на площади 100 гектаров в районе города Шахтинск. 200 гектаров будут засеяны близ Караганды. Высаживают самые распространенные деревья, такие как вязь, клен, ясень, сосна. Все саженцы выращены в местном лесопитомнике. Вообще, начинаем мы подготовку зимой, всю технику начинаем готовить зимой. В апреле месяце у нас идет выкопка посадочных материалов, который растет у нас на нашем базисном питомнике. С апреля месяца принимаем сезонных работников. Весь посадочный материал у нас хранится в заготовленных наших снежниках. И вот в данный момент мы их вытаскиваем из этих снежников и осуществляем посадку. В этот год выделенная сумма составляет порядка 700 тысяч тенгенов на эти мероприятия. В посадке задействовано 9 тракторов, 7 лесопосадочных машин, 4 борона. На посадку деревьев на землях Государственного лесного фонда задействовано 170 человек и 20 технических сооружений. Согласно технологии, лесопосадочные работы проводятся в течение 2-3 недель. В хозяйстве заявляют, что с поставленной задачей справляются. Лесопосадочные работы по технологии должны проводиться в течение 2-3 недель. И с чем это? Каждый год мы с этой задачей справляемся. Но иногда бывает погодно-климатическое условие не позволяет в виде дождя. Ну, на сегодняшний день, вот, несколько дней погода стоит. Поэтому работы проводятся в день в пределах 25-30 гектаров. Планируем в течение 2 недель 300 гектаров по нашему учреждению посадить. Специалисты заявляют, что после посадки будет проводиться механизированный уход. Все саженцы будут осматриваться по мере возрастания. Нормативная приживаемость деревьев составляет не менее 70%. В прошлом году посадку саженцев успешно осуществили на трех участках. Озеленители и в этом году намерены повторить результат. Фариза Албаева, Жаксулх Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Для карагандинских акушеров-гинекологов провели обучающий семинар-тренинг. Главные вопросы, которые рассматривали участники, это гормональные нарушения женского организма. Участники также подробно остановились на таких болезнях, как миома матки и воспалительные заболевания. Лариса Мухова посещает подобные семинары ежегодно. Вот уже на протяжении 18 лет Лариса работает акушером-гинекологом. В последнее время занимается эндокринной гинекологией. И она уверяет, что именно такие тренинги помогают ей найти ответы на интересующие вопросы. А главное – применить на практике новые знания. Много нового почерпнули мы за эти дни обучения. Все проблемы гинекологии, репродуктологии были освещены. Вопросы очень интересные задавались и получили ответы на них по нашей специализации. Большая благодарность Талшин Мукадасовне за то, что Астана так рядышком у нас. Мы ездим и в Астану, и в Алмату. Есть возможность, но когда лектор приезжает к нам, всегда это лучше проходит, интереснее. Для нас это легче проходит. По мнению модератора, присутствующие задавали много вопросов на такие темы, как воспалительные заболевания и гормональные нарушения в женском организме. Кроме того, прозвучали вопросы о таких заболеваниях, как миома матки и эндометриоз. Я хотела бы подчеркнуть довольно высокий уровень знаний врачей, чем я приятно удовлетворена. И те занятия, которые мы проводим, лекционные занятия, лекции, которые я читаю, они находят в живой отклике в аудитории. Врачи относятся с большим пониманием. Много мы обсуждаем клинических ситуаций, поскольку врачи задают вопросы по своим пациентам. И эти ситуации мы разбираем как клинические задачи. В семинаре приняли участие около 30 акушеров-гинекологов со всей области, большинство из которых работают в городских больницах. Профессор Толшина Кубасова подобный мастер-класс в Караганде проводит уже третий раз. И с каждым годом желающих посетить занятия все больше и больше. Фариза Албаева, Асель Сазамбаева, Жакцел Кнуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В запарке шахтерской столицы поселился полосатый африканец. Полутора годовалого детеныша привезли из Алматы. Зебра является особью мужского пола. Зовут детеныша Баттер. Нина Титовец, дочка, приехала из Павлодара в гости к друзьям. Узнав о новом поселенце в Карагандинском зоопарке, решила прийти и посмотреть. Девушка признала, что такого чуда в их городе нет. Я здесь впервые с ребенком. Увиделась зебра вон, счастливая. Не знаю, у нас такого нет, то, что зоопарка и вообще зверей. То, что привозные, то таких не привозят зебр. Не знаю, довольна. Амин Алин рад такому подарку, ведь впервые за всю историю Карагандинского зоопарка здесь поселилась зебра. Полосатого африканца привезли из Алматы и назвали Батыр. Травоядного питомца поселили в просторном бальере. У входа ведь для зебры положено 400 квадратных метров. В Карагандинском зоопарке зебра – это впервые. Самочувствие отличное. Освоилось зебра? Да, освоилось. Первый день немножко поволновалось. Конечно, новое место, новый вольер. Мы новый вольер предоставили большой, обширный. Вообще, им положено около 400 квадратных метров. Мы это выдержали, у нас даже чуть больше. Переезд из родного города питомец перенес хорошо. Сейчас устраивается на новом месте. Новичок спокойный, лишь изредка подает голос. Амин Алин признался, что в дальнейшем планирует приобрести для зоопарка еще одну зебру-девочку и заниматься разведением. Ажара Гибаева, Асель Сазамбаева, Исламбеку Спана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский полумарафон состоится 3 июня. Старт и финиш на площади перед Ледовым дворцом Караганда-арена. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в спортивном празднике. Пройти регистрацию можно на специальном сайте. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансов Уолгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова